А вчера в рамках международного крестного хода ковчег с частицей мощей равноапостольного князя Владимира прибыл на Северный Кавказ. В молитвенном шествии по Пятигорску участвовали более двух тысяч человек. Крестный ход возглавил епископ Пятигорский черкесский Феофилакт. А встреча и святыни сюжет наших региональных коллег. В столицу Северокавказского федерального округа Пятигорск прибыл международный крестный ход, посвященный 1025-летию крещения Руси. Вагон-храм, где находится ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира, движется по России от Владивостока к Калининграду, совершая остановки в центрах федеральных округов. На перроне железнодорожного вокзала Пятигорск вагон-храм встречали епископ Пятигорский и черкесский Феофилакт и духовенство пятигорских храмов. От железнодорожного вокзала к кафедральному собору во имя Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного овчей купели, святыня была перенесена крестным ходом. В шествии участвовали более двух тысяч человек – прихожане православных храмов, казаки, подростки и молодежь, люди старшего поколения, жители Пятигорска и паломники, прибывшие из городов и станиц Кавказских минеральных вод, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии. На ступенях Спасского кафедрального собора было совершено молебное пение святому крестителю Руси. По окончании богослужения к верующим обратился епископ Феофилакт. Через князя Владимира долгая русская ночь, через красное солнышко мало-помалу озарялось новым русским днем. Князь крестил Русь. День пришел на русскую землю. По окончании молебна ковчег со святыми мощами был внесен в храм и поставлен в центре собора для поклонения. Святыня будет пребывать в Пятигорске до 20 июня.